Дорогие друзья, здравствуйте всех! Я рад вас видеть на своем канале Тюменских детствов. Сегодня мы с вами поговорим о кормлении клестов в домашних условиях, естественно. В рацион питания моей певчертицы, которая содержится дома, присутствует смесь, зерносмесь. Здесь семена, здесь семечка, рапс, проса, лен, конопля и овес. Ну и луговые травы. В этом году заказывал, снабдил Тюменской области по кормам. Вот, разнообразный лен есть, корм очень хороший. Вот, а также своими клестами добавляю мелкую семечку. Вот, здесь у меня 5 столовых ложек, 2 столовые ложки семечек и кедровые орехи. Все смешиваю, положим. Вот так все перемешали. Естественно, в рацион питания входит еловая шишка. Хоть она у меня находится и дома, она уже у нас с вами открытая, да, но, тем не менее, все равно клесты разбирают их вообще полностью. А также я им даю раз в неделю, даю своим клестам кедровую шишку целиком. Вот, когда обдерживаю я клестов, да, вот у меня вот на данный момент есть, которых клестов я обдерживаю, которые клесты были пойманы у нас с вами позавчера. Сегодня у нас с вами 1 марта. 27-го часа они были у нас пойманы, клесты, клест я ловик. Вот, обязательно что нужно делать? Не надо ставить сразу же им автопоилки. Это не очень хорошо. Автоматические поилки почему нельзя им ставить? Потому что птица не находит, во-первых, воду. Это раз, птица начинает ссыхаться и сразу же начинается падеж у птицы, происходит вообще моментально. Таким образом, когда вода буквально стоит в них перед носом, они воду пьют. Также корма не надо насыпать в автоматические автокормушки. Как любят делать у нас люди такие. Вот, корм, простой корм я кладу на пол. Видите, тут тоже как бы очень сложно предугадать, чтобы птица не объедалась. Первое начало времени, чтобы не было у них переедания еды. В основном, когда я обдерживаю птицу, у них в рацион уходит только семечко. Семечко, естественно, и немножко разнотравия. Буквально столовую ложку, может быть, на троих певчих птиц. Также в рацион питания своей певчей птицы входят мучные черви. Ну, что начать, как бы, он белок очень хороший, как бы, да. Кормлю вот их вот так. Картошку разрезал, бросил геркулесовые хлопья. Не, не впитывает влагу, ничего, как бы. Вот, червь хороший уже червячок. Вот. Сегодня вот нарезал, положил, убрал старую картошку. Кормлю, как бы, я червей, знаете, очень часто. Каждый день я им стараюсь то яблоко им дать, то морковку натереть на терке, то картошку. Потом рыбу я им шпариваю. Карасей, чебака, окуня, да, просто отшпарил их кипятком и бросил. Но потом, конечно, вонь, очень хорошая вонь. Так как у меня вся птица и черви, и рыба, и все-все-все на свете содержится дома, как бы, очень тяжело следить за каждым, да, как бы, за всем. Хочется все, но следить бывает порой невозможно. Но, тем не менее, как бы, стараемся, разводим, держим, общаемся. Симпроизводимые. Продолжение следует...